И сразу мне вспомнился комментарий, такой достаточно ироничный, Михаила Подоляка, как он вчера комментировал атаку дронов на Москву и Подмосковье, он сказал, что они прилетели спросить, зачем вы отправляете нас убивать украинцев. Вот на ваш взгляд, вот эта атака, которая произошла, налет такой массовый, самый массовый с 24 февраля, он может кого-то заставить, ну кого-то, знаете, пошевелиться? Условно, там с Барвихи было много возмущений, там на Рублевке тоже долетели дроны и дотуда, и наверняка кто-то там мог испугаться и стать более уязвимым. Или нет, на ваш взгляд, это не может изменить мысли? Я вчера видел выражение лица Путина, когда ему задавали вопросы по поводу этой атаки. Я вам скажу привычный наглецы, на его… Ищу синоним, чтобы YouTube не дал нам желтый значок с вами. На его лице, давайте скажем так, не было наглецы этой привычной. Он был каким-то полурастерянным, он с трудом подбирал слова, потому что становится очевидным. Уже, во-первых, не скажешь, что это американцы или британцы дронами атакуют Москву. Дроны украинские, запускают их украинцы? Наверное, мы так думаем. Может, инопланетяне с Сатурна откуда-то, трудно сказать. Но это явно не американские и не британские дроны. Он понимает, что этих дронов будет много. Он понимает, что будут не только дроны. Он же не дурак, он понимает всё. Поэтому я думаю, что… Вы понимаете, в чём дело? Аргументы заканчиваются у Путина. Заканчиваются аргументы. Ну, что у него было? Давайте ядерное оружие. Ну, он не сможет им воспользоваться. Мы это понимаем, и он знает это твёрдо. Ему китайцы сказали, что нет. И американцы сказали, что нет. Американцы, насколько я знаю, вообще передали по всем каналам. И ему, и Лаврову, и всем остальным. Каналов-то много. И разведок-каналы, и так далее. И на уровне неофициальном. Ему передали, что как только ручки шаловливые потянутся к ядерному оружию, тактическому ли, стратегическому ли, сразу будут нанесены удары по лично Путину, в живых его не оставят, и по всем шахтам, по всем скоплениям войск и так далее. То есть американцы могут решить этот вопрос в течение нескольких часов. Уничтожить живую силу, Черноморский флот к чёртовой матери и всё остальное. Поэтому этого козыря в кармане уже нет, ядерного оружия. Дальше. Ну, конечно, он хотел бомбить своими кинжалами Украину, особенно Киев. Конечно, хочется разбомбить Верховную Раду. Ох, как хочется. Здание СБУ, Генштаба, Министерство обороны. Ну, что там ещё? Офис президента, особенно с Зеленским, вместе было бы вообще шикарно ему разбомбить. Но тут, как назло, системы Патриот, которые, оказывается, ему же втирали, что кинжалы такие вообще выдающиеся гиперзвуковые ракеты. Оказалось, Патриот для начала сбил два кинжала, потом ещё шесть. И оказалось, что эти дорогостоящие кинжалы, они не способны вообще. После чего Путин, насколько известно, трём учёным, которые производили эти кинжалы, которые придумали их, им сообщено о подозрении в агентурной работе на Китай, в шпионаже в пользу Китая. И они арестованы. То есть это фантастика вообще. Ему втирали всё это. Огромные бабки потрачены. А в результате пшик. То есть этого козыря тоже нет. Но ожесточённо бомбили Киев ракетами, шахедами этими иранскими. Передаю привет иранскому руководству, пользуясь случаем. Ну, звёздные войны. У нас тут в небе над Киевом были звёздные войны. Это вообще, представьте, вы знаете, Киев не спит уже много дней, потому что они методично ночью, то ли с часу ночи, то ли с четырёх утра, они методично часа три, четыре, пять обстреливают наш город. Звуки, конечно, такие, что можно уши закладывать сразу от работы ПВО, от разрывов. И на небе такие пируэты, такие зарево. Тут вообще это надо видеть, конечно. Мы это не снимаем, потому что это запрещено снимать, тем более выкладывать. Но выглядит это зрелищно, конечно. Я с юмором говорю зрелищно. Зрелищно, но в плохом смысле это, конечно, зрелищно. Вот. Ну хорошо, обрушил он это всё. А результат где? Ну что от этого изменилось? Ничего. То есть этот козырь тоже не работает. Патриот и прочие другие системы ПВО, которые нам предоставили наши западные партнёры и друзья, спасибо им большое, они работают исправно. И немецкие, и другие, и американские тем более. Ну падают обломки. Единственная беда — обломки падают, и куда они упадут, никто не знает. Да, страх у детей. Я у себя в Инстаграме опубликовал видео, как во время дневной атаки бегут дети по подолу, это центр Киева, бегут в панике, просто кричат, убегают в убежище. Это ужасно всё. Но это не работает. То есть живая сила не работает, техника не работает, ракеты не работают, ядерное оружие не сработает. Ну а что дальше? Дальше-то что? Дальше тупик. Но, вероятно, Путина попытается из этого тупика как-то выбраться. На ваш взгляд, что дальше действительно? Вы знаете, он напоминает мне Путин… Вы видели когда-нибудь, как курице уже голову отрубили, и она бегает по двору? Вот он мне напоминает эту курицу. Он бегает ещё по двору по инерции, но там уже ничего нет, всё, он уже умер. Поэтому я думаю, что для него выхода нет. Он будет или его не будет в живых, или он будет на скамье подсудимых. России нечего больше делать. У неё не осталось аргументов для того, чтобы покорить Украину. А они хотели именно этого — покорить Украину. Они прошли непростой путь. 461 день, по-моему, от «возьмём Киев за три дня» до «беспилотников над Москвой». Непростой, поучительный путь, как для всяких агрессоров, для всяких фашистов. Они его прошли, и они его заканчивают бесславно, потому что мы накапливаем вооружение, хорошее, очень хорошее вооружение, высокотехнологичное. Мы получили уже практически всё, что нам необходимо. Для того, чтобы забрать свою территорию в полном объёме. На подходе, правильнее даже будет выразиться, на подлёте самолёты F-16. Это месяца 3-4. Но они не сыграют решающие роли в контрнаступлении. Это на потом. Ну и что Путин добился своими атаками, непрекращающимися на Украину, майскими? Того, что Байден уже сказал вчера, что я не исключаю возможности передачи Киеву «Атакамс». Ну «Атакамс» на 300 километров, хотя у нас уже есть английские и французские ракеты, которые летят на 300 и более километров. Ну ещё «Атакамс» прибудут. Ну всё, ядерное оружие осталось. Нам оно не нужно, и нам его не передадут. Всё остальное у Украины есть. Это высокотехнологичное западное вооружение, рядом с которым меркнет всё российское, весь этот российский хлам. Вот и конец, собственно говоря, для расистского режима. И я думаю, что мы до конца года справимся. Вопросы от наших зрителей приходят, спрашивают вас о залужном. Он некогда пропал. И об этом, кстати, много говорила и российская пропаганда, что он, вероятно, не очень хорошо себя чувствует. Но позже он опубликовал фотографию, хотя большого интервью он не давал. То есть, может быть, от него после вот этой пропажи, такой небольшой, ожидали какого-то выступления. Насколько важно вообще, чтобы залужный был в информационном пространстве? Для солдат ВСУ, вообще для украинцев? Главнокомандующий залужный жив, здоров, очень хорошо себя чувствует и очень хорошо шутит. Это я вам говорю со знанием дела. Я знаю это твёрдо. Ну, дальше не буду ничего говорить. С ним всё в порядке. Он не то, что тяжёлый ранен, он и ранен не был даже. Это всё фейки, специально рассчитанные на… Я даже не знаю на что. Он занимается своим делом, он погружён в процесс, готовит контрнаступление. И у нас вчера мемы были, его объявили в розыск в России. И мем был такой, фотография залужного, генерала залужного, и подпись «Не надо меня разыскивать, я сам приду». Я нисколько не сомневаюсь, что он так и явится туда. То есть вы не исключаете, что боевые действия могут перенестись на территорию, международно признанную территорию России, конечно, я имею в виду. Так они уже идут на территорию России? На приграничной территории всё-таки они сейчас идут. А в Москве беспилотники — это что? Они идут полным ходом. Я вам скажу, что я думаю, а мысли мои имеют и, в общем-то, какую-то предысторию, исходя из информации, и мысли мои материальные. Я думаю, что Москву будут ожесточённо бомбить просто. И мы это с вами увидим. Дырявая ПВО, дырявая российская граница. Ну что, зашли вон русские силы в Белгородскую область. Там ничего нет. Потому что все тут. Поубегали остатки милиции, бросили технику. Не с кем работать. Я думаю, что в России начнётся, безусловно, гражданская война. К этому уже готовятся все основные игроки, начиная от Пригожина и заканчивая Гиркиным, Шмиркиным. Все готовятся к этому. Основная задача — раздел собственности, передел собственности, жизнь после Путина. 40 с лишним ЧВК уже созданы. Это армии, которые будут защищать тех, кто им будет платить деньги. А платить деньги им будут богатые дяди. Это будет гражданская война на развалинах России, потому что Путин оставит после себя развалины. А что касается боевых действий на территории России, конечно, они идут. И, конечно же, они будут нарастать. Ну вот как раз Евгений Пригожин, если не считать, что это Евгений Пригожин, мне кажется, вы об этом писали, что можно, кажется, такую шутку вы писали, что можно даже подумать, что он наш агент, если не знать, кто он на самом деле, учитывая то, какие вещи он говорит. Недавно он сказал о том, что Украина сильнейшая армия мира. Ну и вообще такие крамольные высказывания от него звучат. Вот как вы на него смотрите? Ну я считаю, опять-таки, исходя из информации, которой я владею, что Евгений Пригожин — это чистый продукт ФСБ. ФСБ всегда создаёт такие продукты на разные случаи. Как работают спецслужбы и Федеральная служба безопасности России — не исключение. Они должны аналитическим образом просчитывать разные варианты развития событий. Это же нормально. Вариант первый. Если так, так и так, как мы задумали, допустим, ок, а если пойдёт всё непредсказуемым путём и Путина надо будет убирать от власти самим же, то давайте воспитаем антипутина. Но из наших. Как пел Владимир Семёнович Высоцкий «из наших, из поляков и славян». Помните, песня у него была? А тут из наших, из ФСБшников воспитаем. Значит, в своё время КГБ ССР точно так же родил Жириновского. Точно так же из своих недр они достали яркую, харизматичную, интересную фигуру Владимира Вольфовича. Это будет у нас оппозиционер, но наш. Зарегистрировали ещё в 1990 году, если память мне не изменяет, при Советском Союзе партию ЛДП-СС. Она называлась «Либеральная демократическая партия Советского Союза». Но ЛДП-СС как-то плохо звучало. И тут как раз развалился Союз России, ЛДПР, это вообще хорошо звучит. Точно так же они сейчас достали Пригожин. Это их фигура. Почему он жив до сих пор? Он такие крамольные, как вы говорите, вещи говорит. Но он же жив, его же никто не гробнул. Он же такое говорит про Шойгу, про Герасимова. Он такое про Россию говорит. Он такое говорит про Путина. Старым мудаком уже его назвал. Ну, это же он говорит, дедушка, дедушка, да, он сказал. Вот. Они его готовят. Готовят на случай, если надо будет быстро избавиться от Путина. Что в Пригожине с точки зрения ФСБ хорошо? У него очень хорошо подвешен язык. Метла такая нормальная. Человек прошёл Крым и Рим, отсидел 10, по-моему, лет в тюрьме. Дорос до миллиардера, трижды герой России, ДНР, ЛНР так называемых. Ушлый, умный, цепкий, чёткий, магнетичный, энергетичный. Такой умный еврейский дедушка, хитро сделанный, который может вполне сгодиться вместо Путина. Я думаю, что точно так вот думает ФСБ. А потому что, если, давайте подумаем, а нет Путина, ну где там фигура из того расклада, из той колоды карт, которые там есть? Ну кого вместо Путина? Унылую Матвиенко спившуюся? Или кого? Или Нарышкина с рисущимися руками? Нет, Патрушева с лицом покойника. Кого? Нет фигур. Кто может объединить? А, Пригожин, который так всё критикует, который так за русских топит. Всё, вот он, он может электорат иметь. И он, как говорят, уже имеет второй рейтинг после Путина. Поэтому это запасной вариант ФСБ. Ну вот вопросы, когда тебе приходят, кто-то пишет, что Пригожин… Я вам скажу, простите, больше. Я не исключаю, я даже склоняюсь к тому, что если будет произведена экстренная замена Путина и будет Пригожин, он быстро войдёт в контакт с американцами, быстро. Скажет, что надо. Что надо, чтобы меня оставили в покое, чтобы я спокойно себе на бабках своих продолжал сидеть. Вывести войска? Да, сейчас мигом. Скажут русские. Нас обманывали. Путин, Шойгу, Герасиму. Вся эта свора путинская. Они крали деньги, а нас с вами обманывали. Мы воевали за Бахмут. Мы думали, мы за Россию воюем, а нас тоже обманули. Поэтому сейчас нам надо сосредоточиться на России, поднимать Россию. Поэтому мы выходим отовсюду. Нам не нужны эти территории. Хватит обмана русских. Ну, примерно такая речь. То есть только деньги. Пригожин — это не про идеологию какую-то, не про какие-то вот такие имперские амбиции, вы считаете? Покажите мне, кто там про идеологию. Я буду аплодировать, если увижу. Ну, Путин, может быть. И то это не идеология даже, а просто закусился. Хотя, может, идеология русского мира, знаете, моча в голову ударила, не знаю. Но всё остальное, ну, вы меня извините, они же все миллиардеры там. Ну, что, Шайкуни, миллиардер, Герасимов, Патрушев, Нарышкин, Матвиенко — это всё миллиардеры. Конечно, про деньги. Все про деньги. Про сына Патрушева нередко говорят, как о преемнике. И вот, кстати, про Валерия Соловья пишут, что Валерий Соловей обычно об этом говорит. Он у вас бывает в эфире, Валерий Дмитриевич? Я не верю в сына Патрушева как преемника по двум причинам. Потому что он сын Патрушева, первая причина, а вторая — он очень блеклый. Я посмотрел его выступление. Ну, не-не-не, не то пальто. Но Путин вообще моль. Тролль. Путин пришёл в удачный момент, когда всем надоел Ельцин и хотелось другого. Хотелось, чтобы это был уже не алкоголик, который вообще непонятно, что несёт и дирижирует оркестром, а чтобы это был какой-то нормальный, нормальный какой-то спортивный, подтянутый человек, более-менее адекватный. Запрос общества был такой. Поэтому не факт.